Братья Гримм, Шиповничек Давным-давно жили-добыли король с королевой, и бывало, что ни день, то говорили, «Ах, если бы у нас мог быть ребёнок, а детей у них всё не было!» И вот однажды, когда королева купалась, лягушка вылезла из воды на берег и сказала королеве, «Твоё желание будет исполнено, ранее истечения года у тебя родится дочка!» Что лягушка сказала, то и случилось. Королева действительно родила дочку, которая была такая хорошенькая, что король себя не помнил от радости и затеял по этому поводу великолепный праздник. Он пригласил на праздник не только своих родных, друзей и знакомых, но также и всех ведуней, чтобы они были к его ребёнку добры и благосклонны. Этих ведуней в том королевстве было тринадцать, но так как у короля было только двенадцать золотых тарелочек, на которых им следовало подавать кушанье, то одну из них пришлось не приглашать. Праздник был отпразднован великолепно, и когда уж он заканчивался, ведуньи одарили ребёнка разными чудесными дарами. Одна добродетелью, другая красотою, третья богатством и всем-всем, чего только можно было пожелать себе на земле. Когда уже одиннадцать ведуней высказали свои пожелания, вдруг вошла тринадцатая ведунья. Она явилась отомстить королю с королевой за то, что её не пригласили на праздник, и вот, никому не кланяясь и ни на кого не глядя, она громко крикнула, королевна на пятнадцатом году уколется веретеном и тут же упадёт замертво. И, не прибавив ни слова более, повернулась и вышла из зала. Все были этим страшно перепуганы, но вот выступила двенадцатая ведунья, которая ещё не успела высказать своего пожелания, и так как она не могла отменить злого желания своей предшественницы, а могла только смягчить его, то она сказала, королевна падёт замертво, но не умрёт, а впадёт в глубокий непробудный сон, который продлится сто лет. Король, конечно, хотел уберечь своё дорогое детятка от предсказанной страшной беды, а потому и издал такой указ, чтобы все веретенов во всём его королевстве были сожжены. А между тем дары ведуней стали мало-помалу проявляться в юной королевне. Она была и прекрасна, и скромна, и ласкова, и разумна, так, что приходилось по сердцу каждому, кто её видел. Случилось однажды, именно в тот день, когда ей исполнилось пятнадцать лет, что короля и королевы не было дома. И королевна оставалась дома одна денёшенька во всём замке. Вот и пошла она бродить повсюду, стала осматривать комнаты и всякие коморки, как ей вздумалось, и, наконец, пришла к одной старой башне. Поднявшись в эту башню по узенькой витой лестнице, она подошла к низенькой двери. В дверной скважине торчал ржавый ключ, и когда она его повернула, дверь перед ней распахнулась, и увидела она там в маленькой комнатке старушоночку, которая усердно пряла лён, быстро поворачивая веретено между пальцами. «Здравствуй, бабушка», — сказала королевна, — «ты что тут поделываешь?» «А вот видишь, пряду», — отвечала старушоночка и кивнула королевне головой. «А это что за штучка такая, что так весело кружится?» — спросила королевна, взяла в руки веретено и также захотела прясть. Но едва только она коснулась веретена, как волшебное заклятие сбылось. Королевна уколола себе палец веретеном и в тот же самый миг упала на кровать, стоявшую в этой маленькой комнатке, и погрузилась в глубокий сон. Этот сон распространился на весь замок. Король и королева, которые только что вернулись домой и входили в зал, стали мало-помалу засыпать, и все придворные их одновременно с ними. Заснули также и лошади в стоиле, и собаки на дворе, и голуби на крыше, и мухи на стенах, и даже огонь, пылавший в очаге. Как бы застыл, и жаркое, которое на огне жарилось, перестало шипеть. И повар, ухвативший было поваренка за волосы, за какую-то провинность, выпустил его волосы из рук и заснул. И ветер тоже улегся, и на деревьях перед замком не шелохнулся ни один листок. А вокруг замка стала мало-помалу вырастать, непроницаема, густая изгородь из шиповника, и каждый год поднималась все выше и выше, и, наконец, окружила весь замок, и даже переросла его настолько, что не только замка из-за нее не стало видно, но даже и флага на крыше его. Во всей окрестной стране шла, однако же, молва о спящей красавице-королевне, которую прозвали Шиповничком, а потому от времени до времени наизжали королевичей и пытались сквозь ту изгородь проникнуть в замок. Но это оказалось невозможно, потому что шиповник, переплетаясь, стоял сплошную стеною, и юноши, пытавшиеся сквозь него пробиться, цеплялись за него, не могли уже из него выпутаться и умирали напрасною смертью. Много-много лет спустя пришел в ту сторону еще один королевич и услышал от одного старика рассказ об ограде из Шиповника и о том, что за этой оградой должно быть есть замок, в котором уже лет сто подряд лежит в глубоком сне дивная красавица-королевна, прозванная Шиповничком, а около нее, погруженные в такой же сон, спят и король, и королева, и весь их двор. Старик слыхал еще от своего деда, что многие королевичи приходили и пытались проникнуть сквозь колючую изгородь, но в ней застряли и покончили жизнь преждевременной смертью. Но юноша сказал, «Я этого не боюсь, я хочу туда пойти и хочу видеть красавицу-королевну». И как ни отговаривал его старик, он не внимал его слова. А тем временем и минули сто лет, и наступил тот именно день, в который надлежало Шиповничку очнуться от своего долгого сна. Когда юный королевич подошел к изгороди, то вместо Шиповника увидел множество больших прекрасных цветов, которые сами собою раздвинулись, настолько, что он мог пройти сквозь эту изгородь невредимый. А позади него они опять замкнулись непроницаемой стеною. Во дворе замка он увидел лошадей и гончих охотничьих собак, которые лежали и спали. На крыше сидели голуби, подвернув головки под крылышки, и тоже спали. А когда он вступил в дом, там спали мухи на стене, повар в кухне все еще протягивал. Возьми руку к мальчишке, которого собирался ухватить за волосы, и служанка сидела сонная перед тою черною курицею, которую предстояло ей ощипать. Он пошел далее и увидел в зале всех придворных, спавших глубоким сном около короля и королевы, уснувших близ трона. Пошел он далее, и такая была тишина кругом, что он мог слышать свое собственное дыхание. Наконец приблизился он к старой башне и отворил дверь маленькой коморки, в которой спала красавица королевна, и она показалась ему так хороша, что он от нее глаз оторвать не мог, наклонился к ней и поцеловал ее. Чуть только уста его в поцелуи коснулись уст королевны, она раскрыла очи, проснулась и ласково глянула на королевича. И сошли они с башни вниз, рука об руку, и что же? И король очнулся от сна, и королева, и все придворные их. И с изумлением взглянули друг на друга, и лошади во дворе вскочили на ноги, и стали отряхиваться, и собаки поднялись, и стали махать хвостами, а голубки на крыше встрепенулись, оглянулись и полетели в поле. Поползли и мухи по стенам, и огонь в кухне вновь запылал, и стал варить кушанье, и жаркое зашипело на вертеле, и повар закатил здоровую оплеуху поваренку, так что тот заревел, а служанка дочистила черную курицу. Тогда-то и была торжественно от празднована свадьба королевича с красавицей королевной, и жили они счастливо до самой кончины.